Главное предназначение женщины быть счастливой, звучит известная цитата и мудрость древнего философа. Но как в современном мире, который заставляет женщину жить в бешеном ритме, постоянно куда-то спешить, выполнять бесконечные списки дел, оставаться наполненной и гармоничной, где и как черпать энергию. Об этом в преддверии 8 марта поговорим с организатором и идейным вдохновителем многих женских проектов в Сибири Татьяной Демченко. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Ну а на сегодня с вами такая благодатная тема, но я прежде всего хочу спросить, вот вы сами себя ощущаете счастливой женщиной? И вообще счастье для вас, женское счастье, в чем оно состоит, каковы его слагаемые? Ну, счастье для каждой женщины, оно свое. Я, например, считаю себя счастливой женщиной, потому что у меня взрослой дочкой, у меня пошла реализация, у меня очень большие проекты, ко мне тянутся люди, я делаю людей счастливых, самое главное, женщины в общении со мной становятся такими какими-то особенными, у них глаза загораются, у них появляются творческие идеи, и это меня очень сильно вдохновляет. Вот к вам, как организатору многих проектов в Сибири, я знаю, обращается большое число женщин, но вот с каким запросом чаще всего к вам приходят они? Больше всего им нужна поддержка, им нужна любовь, им нужны обнимашки, и им нужно поговорить. Многим женщинам не хватает общения, и они, когда приходят ко мне, так как я создаю встречи-знакомства, и получается, они на этих встречах-знакомцах, они рассказывают о себе, у них глазки загораются, они начинают меняться изнутри и также снаружи, и когда им нужна поддержка, они мне все личные сообщения пишут, и я каждую поддерживаю. Конечно, без доверия этого бы не было, они мне очень доверяют, и я их поэтому поддерживаю. Вот слушаю вас и понимаю, что многим женщинам просто нужно выговориться. Да, им нужно поговорить. Ну, наверное, они в том числе рассказывают вам и о каких-то своих проблемах. Вот какие самые сложные задачи, на ваш взгляд, современной женщины, и вот какого они плана? Больше такого социального или, быть может, психологического? Здесь больше, конечно, уравнить можно и социальные, и психологические, потому что каждая женщина живет в своем мире. У кого-то один ребенок, у кого-то четверо детей, кто-то замужем, кто-то в разводе. И многим нужна поддержка, поэтому я поддерживаю любую женщину. У меня на проектах от 18 лет и выше, и 60 лет есть женщины. И каждой хочется поддержать, каждой хочется дать такую любовь, которая исходит от сердца. И, ну, с какими они проблемами? Ну, в основном, конечно, очень много стало разводов, очень много стало, потому что женщина хочет успеть везде-везде. И иногда, наверное, забывает про мужа, про семью, и тут получается надлом. В процессе проектов многие возвращаются, мужья возвращаются у нас, те, кто не замужем, делают предложения у нас. И поэтому проекты дают такое вдохновение для женщин, и не только для них, но и для мужчин. Я бы хотела, чтобы, конечно, в каждой семье было все так гармонично, все упорядочено. И женщина на первое место все-таки ставила сначала мужчину, потому что без него никак в этой жизни, и потом уже все остальные реализации. Вот вы сейчас сказали о проблемах во взаимоотношениях. А вот если социального плана, то это какие? Вот сейчас у нас СВО идет, может быть, у вас среди участниц есть и жены участников СВО? Есть и участницы СВО, есть и мамы, у которых сейчас сыновья. И, конечно, я поддерживаю многих женщин, и сейчас готовятся проекты для таких женщин, жены мужей, которые в СВО, чтобы они не оставались одни, чтобы они знали, что в этом мире есть много, очень много мероприятий, очень много поддержки для таких женщин. И не нужно оставаться дома одной. Обращайтесь, вам всегда помогут. Ну вот теперь уже напрашивается вопрос, как вы помогаете этим женщинам? Вы помимо заботы, внимания, вот вы говорите, на каждое сообщение отвечают, уже же нужно на это время найти, да? Возможно, их направляете к каким-то специалистам или какие-то советы даете? Как вообще происходит вот этот взаимообмен? В процессе общения я понимаю, что нужно женщине. И я иногда им скидываю какие-то видеоролики, иногда я могу посоветовать фильмы, книги. И специалистов, да, в моём окружении очень много психологов, которых можно посоветовать. Поэтому, как бы, когда обращается ко мне женщина, я с ней после общения, мне иногда даже удивляется, Таня, как ты всех знаешь и всех запоминаешь, потому что почти всех я запоминаю по фамильной, по имённой, и они удивляются. Вот, потому что я с ними общаюсь, я узнаю их проблемы, я узнаю их боль. И таким способом, какая им помощь нужна, я им рекомендую. Вот вы уже выше сказали о том, что, приходя в проекты, женщины раскрываются, да? Выговариваются, и вот вы, наверное, там какие-то находите у них, ну какие-то изюминки, да? Вот каким образом вы их раскрываете? Расскажите об этом. Это секрет. Они сами раскрываются, потому что они попадают в окружение и видят, какие женщины, и в связи с этим они начинают тянуться. То есть у меня категории людей разные, то есть и продавцы, и директора, и у меня получается на проекте коллаборации. То есть они находят какую-то помощь, если нужно даже вплоть до убраться дома, клининг, или там какую-нибудь вышку, машину, там помыть тоже те же окна. То есть люди находят, или какая-то поддержка, какой-то проект, всё это в коллаборациях происходит. И когда они знакомятся, они же все друг друга не знают. И тут проявляется вот эта уникальность, и они сами себя раскрывают. Просто я как даю такой маленький толчок им, и они раскрываются в процессе. Вот если у женщины семья, работа, она занимается какой-то ещё и общественной деятельностью, как всё успеть, но и при этом не обделить себя, не выгореть? Здесь, конечно, сложный вопрос. Удивляюсь таким женщинам, которые четыре и более ребёнка и успевают, и везде, везде, везде. Я думаю, что у них хорошее такое делегирование. Они умеют делегировать свою работу, они умеют правильно распоряжаться своим временем, и при этом они это время уделяют себе. Потому что я знаю, мамы даже в разводе с четырьмя детьми, и они успевают и для себя, и для детей, и для семьи ещё куда-то путешествовать. Вот такое развитие у них есть. Поэтому время — это ценный ресурс, и они умеют им просто пользоваться. Ну вот смотрите, делегировать — это, конечно, хорошо. Но прежде чем переложить на кого-то какую-то обязанность, нужно же всё равно её обдумать. То есть нужно каким-то образом всё это успевать, контролировать. Задач много. Нужно ли вообще, на Ваш взгляд, женщине быть многозадачной? Настолько многозадачной, как сегодня многие современные женщины? Да, многозадачность у женщин уже с рождения, потому что она маленькая, может тут же много чего делать. И я сама многозадачный человек, потому что одновременно могу и переписываться, и в компьютере, и смотреть телевизор, и читать книжку. И я думаю, что многие женщины такие. Это способности, это творчество. И многозадачность помогает многим женщинам в этом мире просто-напросто делать много вещей, которые они делают. И успевать с детьми, и в социальном, и поддерживать кого-то. Потому что очень много благотворительности ведут сейчас женщины. И я думаю, что многозадачность нам помогает. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, многие психологи убеждены, что сегодня женщины выгорают. Они просто изношены, потому что решают слишком много задач. Вот я сейчас несколько повторю свой вопрос. Нужно ли вот столько много проблем, каких-то задач возлагать на женские хрупкие плечи? Может быть, она сама на себя вот это взваливает, а стоит где-то от чего-то и отказаться, чтобы чувствовать себя более наполненной, отдохнувшей? Женщина не может лежать на диване, как мужчина, если честно. Поэтому ей нужны эти задачи, чтобы двигаться, учиться и развиваться. Выгорание происходит, когда слишком много, но при этом это остановка женщины. Она останавливается, отдыхает, выдыхает, наполняется ресурсами. Возможно, куда-то едет. Природа, путешествия, спорты. Она находит какие-то для себя такие моменты, и потом она восстанавливается, как птица Феникс, возрождается и идет дальше, и делает эти многозадачности. Потому что для женщины важно что-то делать, и важно быть в постоянном процессе, ресурсах, энергии, и что-то давать миру. Если она будет сидеть дома закрытая, она погибнет. Это не выгоравния даже, а просто закрытие. А когда она выходит в социум, когда она видит других людей, других женщин, она просто расцветает. Важно просто делать какие-то передышки, да? Да, важно отдыхать, важно наполняться ресурсами. Важно позволять себе хотя бы день в неделю, пусть даже два часа, если совсем уже нет времени, позволять себе отдых. Ходить куда-то на природу. У нас столько парков в городе, и не только в городе. Может быть, если она умеет водить, может поехать куда-нибудь просто, побыть в одиночестве. То есть женщине необходим этот ресурс восполнения. У меня ресурс — это путешествие. Я без них не могу. Я прям наполняюсь. Недавно просто поехала в Павловск. Там такая природа, там красота. И я наполнилась. То есть не надо далеко ехать, можно рядом найти источники силы. Главное — найти источники энергии, да? Да. И подпитаться. А вот в принципе женщина может быть счастливой всегда? Вот несколько такой, конечно, философский вопрос, но вот тем не менее. Я думала над этим вопросом, наверное, всегда нет. Потому что мы женщины, мы как природа, мы такие разные. Мы можем светить, как солнышко, мы можем поливать дождём. Поэтому женщине необходимо иногда поплакать, как оно, рефлексия называется. Но ненадолго, чтобы не уйти в депрессию, вовремя остановиться и, опять же, наполниться ресурсами. Даже слёзы наполняют, вот правда, дают силы. И ты идёшь дальше светить солнышком. А уходить от депрессии как? Всё-таки не секрет, что сегодня такое время, опять же, многие женщины впадают в депрессию. Много всего в жизни происходит, не всегда приятного, а порой даже трагичного. Да, у нас бывают трагичные моменты, но в этот момент к вам приходят люди, вам начинают писать. И многие женщины закрываются. Они, ну что вы мне пишете, зачем мне это нужно? А это поддержка, пожалуйста, не отталкивайте, просто даже напишите. У меня всё хорошо. И постепенно, постепенно она выходит из депрессии и, опять же, идёт наполненной ресурсами. И, конечно, проблемы бывают. Они бывают у всех. Иногда женщины думают, что у меня всё, всё только у меня. Нет, у всех всё это бывает, всё это проходит. Это наш опыт. Мы его получаем. И с каждым разом мы растём, наполняемся ресурсами и идём дальше. Вот для чего-то это же произошло, значит, всё равно она выйдет из этого. Выйдет из этой зоны комфорта, выйдет из депрессии. И я думаю, что даже иногда такие проблемы, они вот к проектам приводят. Не просто же так, да, когда выходят из дома, и тут раз, такие проекты привождаются. Как говорят, опять же, психологи, что это некий жизненный опыт. Нужно вот относиться так. Да, это нужно прожить. Это нужно прожить, пережить и пойти дальше. Не загружаться. И главное — поддержка. Не отказывайтесь никогда от поддержки. Пусть вам пишут и пусть… Даже можете не отвечать на эти. Главное, вы знаете, что вам пишут и о вас помнят. Вернёмся к вопросу женского счастья. Вот на ваш взгляд, насколько мужчина — обязательный атрибут женского счастья сегодня? Вот мне не понравилось слово «атрибут». Мужчина — не атрибут. Так говорят в интернете, пишут. Мужчина — продолжение рода. Без мужчины не рождаются дети, без мужчины не создаются семьи. Поэтому мужчина необходим женщине. Но вне зависимости от этого, женщина может быть счастлива в одиночестве. Пока нет у мужчины, она реализуется в каких-то других сферах деятельности, в своей жизни. Но мужчина всегда придёт, потому что у нас заложено так природой, что… И мужчина не атрибут, а скорее партнёр, друг, да? Да, да. Атрибут — некрасивое имя. Слово такое мне очень понравилось. Поэтому мужчина — это поддержка. Это вдохновитель женщин. Кто нам подарит цветы? Конечно, мужчины. Поэтому мужчина — это ценность. И вообще как бы в семье мужчина стоит на первом месте. А потом уже жена, потом дети, по факту. И тогда семья становится счастливой. Ну и в завершении нашего интервью древний философ Амар Хаям заключил, что главное предназначение женщин — быть счастливой. Я так понимаю, вы согласны с этим изречением, да? Как вы его понимаете? Ну тут больше не предназначение быть счастливой, а счастливая женщина — это состояние. Это изнутри, это и снаружи. И когда видно, счастливую женщину видно издалека. У неё глаза светятся, она идёт с счастливой походкой. И я бы хотела, чтобы на Земле все женщины были счастливыми. Спасибо.